Здравствуйте, друзья! Арсений Гуричев, врачу-стоопады, клинический психолог. Сегодня опять в амплуа психолога. Тема достаточно простая, очевидная, но до сих пор почему-то девушки на это ведутся. Я хочу рассказать про наркоманов и алкашей. Девушки, если вы встречаетесь с человеком и вы вдруг поняли, что он нарик, завязываете с ним отношения все, ничего из этого хорошего не будет, не получится. С вероятностью 99,9%. К сожалению, наркомании, мы сейчас говорим, в общем очень. Конечно, все наркотики разные и нельзя их даже сгруппировать по какому-то другому принципу, кроме как называть их наркотиками. Потому что они вызывают изменение сознания и вызывают привыкание, пристрастие. В конечном итоге они достаточно сильно деформируют личность. И этот человек, наверное, не будет таким, какой он был ранее, до своего пристрастия. Значит, откуда я могу вам уверенно это говорить? Ну, честно говоря, мой круг общения по юности, по детству, по юности, он был в этой среде. И я вам скажу, что эти люди не меняются. Вот сам недавно, ну как недавно, уже год, может более назад попал в ситуацию. Мне звонит друг детства. Максим, тебе привет, кусок говна, блядь. Ну ладно, значит, звонит друг детства и говорит, что он застрял под Иваново. У него нет денег, у него нет денег на бензин. И вот не мог ли бы я прислать ему эти деньги. Ну я такой лох, знаете, прислал ему деньги. Хотя я знаю, что он наркоман. Ну да, прошло там много лет, 30 лет прошло. Ну и что? Какая разница? Вот прислал ему деньги. И на следующий день, естественно, он меня ничего обратно не выслал. Я ему писал, звонил, он мне отвечал. Я написал его жене, говорю, ну вот, сохрани Максиму РНМ, а мне деньги. Она говорит, ты знаешь, мы с ним не живем, он наркоман. Ну да, ну что изменилось за эти годы? Он как был наркоманом, так он им и остался. Поэтому, девушки, если вы встречаетесь с молодым человеком, и вдруг вы заподозриваете, что он торчит, хоть он вам не говорил этого, все, рвите эти отношения, ничего не будет хорошего, ничего хорошего не получится. Это гарантированно. Идиничные люди вылезали из этого омута. Их можно из моих знакомых по пальцам пересчитать. Один из них действительно трансформировался. Насколько я сейчас не знаю, Игорь, я думаю, у тебя все в порядке. Но, Игорь К., значит, но я очень верю в то, что у тебя все хорошо, очень переживаю. Вот это может быть один человек, может быть еще. Один еще мой знакомый, он многократно сидел по 228, по наркоманской статье. И, может, шесть раз, может, больше, я не помню. И, вроде бы, как в последний раз, когда мы с ним виделись, он стал нормальным человеком, он работал. Но и то, недавно он мне написал, что он опять там сожрал какое-то говно. Но его колбасило там сутки, он попал в больницу, в реанимацию. Мужику 40, сколько там, 47, что ли, лет. Понимаете, какая это коварная вещь. Вам не побороть этого зла. Это зло может побороть только этот человек в хорошей среде, оказавшись в правильной среде. Но вам, если вам 18, 20, 25 лет, вы не справитесь с этим дьяволом. У вас ничего не выйдет. Он вас сожрет. Он сожрет вас, он сожрет ваши деньги, сожрет ваше время, вашу чистоту вот эту девичью сожрет. И выхаркнет, и все, и больше ничего не будет. Относительно алкашей. Значит, алкаши, видимо, у нас генетически с алкоголизмом у русского народа все окей. Ну, я вот знал, человек мог 6 бутылок водки выпить, и он работал, управлял транспортом. То есть, ну, не после 6 бутылок водки, а на следующий день. На него мало действовало. То есть, генетически, видимо, с алкоголь-догидрогеназой, ацеталлидогид-догидрогеназой, каталазами, цитохромами, у русского человек все в порядке. Он может выпить 0,5, это вообще не видно. Литрушку уже заметно. Ну, есть такие люди, есть. Значит, алкаши. К алкашам, наверное, помягче можно относиться, потому что, по большому счету, если личность зрелая, то ее алкоголем не испортишь. Он может подбухивать, может даже каждый день это делать Может быть в обед он там пропустил стопочку Может быть он где-то бутылочку венца высосал Но личность это не повредит, это не наркотики Ну как, это тоже наркотик, конечно, это нол наркотик, это нейрояд и гепатояд Но все-таки на алкоголе можно ехать очень долго Очень долго, люди до 80 лет и более живут на нем То есть это гораздо менее страшно Но опять, если девушка молодая, вам 18-20 лет Вы встречаетесь с парнем, который может выщелкнуть бутылок водки Рвите отношения Это алкоголик Это генетический алкоголик Ничего хорошего не выйдет Шансов, что он станет нормальным человеком минимальный Он начнет пить, он начнет получать кайф от алкоголя, а не от достижений И все, и все, и до свидания Значит, если вы нормальная, не связывайтесь вы ни с наркоманами, ни с алкашами Связывайтесь с нормальными ребятами Нормальные ребята, они тоже могут быть мудаками Это факт, спортсмены Не факт, что он нормальный человек Но все-таки шансов хотя бы с этой стороны побольше Побольше Что не представляет опасности? Ну если человек пробовал наркотики, ну попробовал, ну покурил, ну что? Ничего там страшного нет Ну выпивал иногда, немножко выпивает, это тоже ничего страшного Но если это пристрастие, это пагуба вот эта То все, знаете почему? Все А потому что это кайфоголики Они кайф получают для себя А чтобы другим людям сделать хорошо, они не получают То есть они не будут развиваться Они не будут делать для общества, для вас не будут ничего делать Они будут просто торчать или бухать То есть чтобы им было кайфово Соответственно и от вас они этого будут требовать Они будут только от вас все брать, 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 брать И все Подумайте об этом И решение найдется Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому